Сотни людей в ожидании долгожданной премьеры фильма «Снова в горы» собрались в кинотеатре «Парамакс» городом Хачкалы. Не только гости показа, но и сами актеры. Ведь это их первый опыт съемок в Дагестане, который удался на славу. Это первый, можно сказать, дебют для дагестанского кино. Было, конечно, очень много недопонимания, как вообще делается кино. Но с каждым днем и вся группа, и административная составляющая этого проекта, она росла. Отметим, что по сюжету фильма главные герои должны были выдать пейзажи Дагестана за природу Швейцарии и снять рекламный ролик для крупного агентства. Но они еще не знали, какие приключения ждали их в Горной Республике. У нас действительно есть локации, похожие на известные швейцарские, которые мы часто видим на фотографиях, в интернете и так далее. Но с этим проблем не было. Что касается локаций, может быть, ну не знаю, актеры рассказывали или нет, добираться до некоторых локаций. Да, потом риск, потому что это не прогулка по парку. Во время всего съемочного процесса команда попадала в различные казусные ситуации, связанные с погодными условиями, незнанием местности. Но, как рассказывают главные актеры, все чрезвычайные ситуации решались за раз, благодаря нашему гостеприимному и любезному народу. Никого не было, да, горы и я, и телефон, все, нет связи. И я думаю, что мне делать? Ну и я пошла, да, ближайший там АУ какой-то был, не знаю, думаю, пойду, а что мне делать? Нет, у меня ни связи, ничего. Дошла до АУЛа, говорю, спасайте, там вышли женщины. Говорит, сейчас спасем, позвали мужа. Там вышли пять женщин или четыре, ну, в общем, большое количество женщин. Мы вас спасем, позвали мужа, и муж все разрулил, повез меня, нашел, в общем, связь, нашел людей. По словам режиссера Рашида Юсупова, идея снять данный фильм пришла еще около семи лет назад. Но процесс немного затянулся из-за некоторых жизненных обстоятельств. Сейчас команда вдохновлена продолжить эту историю. Были планы изначально, так скажем, на Куаже снимать вторую часть. В принципе, этот сценарий так и писался, с открытой концовкой, для возможности потом продолжить эту историю. Мы, в принципе, можем ее продолжить. Но это будет зависеть уже от продюсера, потому что присутствует некая усталость. Это на самом деле первый в республике за всю историю нашу. Это производство кино. Я поздравляю вас всех. Отметим, что в фильме постоянно проходит параллель между двумя мирами. Это современный и старый дагестанский аул со своими традициями и устоями. Во время всей картины можно наблюдать плавное соединение этих миров в единое целое, которое и придает фильму изюминку. Работа была довольно интересная и неожиданные моменты были. Соединение этнической стороны, альтернативной музыки. Нужно было соединить какие-то пласты и сделать хорошую динамику. До начала показа картины вся съемочная группа также провела небольшую пресс-конференцию, где участники ответили на интересующие вопросы зрителей и СМИ. И вот наступило начало фильма. Свободных мест сдали не найти. Каждый запасит порцию попкорна и с интересом наблюдал за сюжетом картины. В завершении закрытого показа гости премьеры решили поделиться своими впечатлениями с нашей съемочной группой. Я, конечно же, ждала этот фильм, потому что мой муж принимал непосредственно участие в съемках этого фильма. Очень было много кадров, которые он снимал, я увидела. Фильм мне понравился. Очень были красивые локации. Понравилась игра актеров. Узнала много наших дагестанских людей. Это Яна, по-моему, если не ошибаюсь. Она играла Зою и Султана, музыканта. Очень мне понравилось. И другие ребята тоже очень хорошо играли. Мне очень фильм понравился. Мне понравилось, что прям во всей красе показали Дагестан. Красивые места, локации. Многие из локаций я сама первый раз в кинотеатре увидела. И уже хочется посетить их. И игра актеров особенно мне понравилась, как моя подруга сыграла Яна Баймер. Она классно сыграла. Отличный сценарий. Я думаю, можно было еще серию сделать. И да, конечно, продолжение хотим. Хотим продолжение? Во-первых, я очень рада, что сняли такой классный фильм про Дагестан. Показали красоту нашу. Я что-то новое узнала, увидела даже какие-то места, в которых я еще не была. Мне понравилась игра актеров. Очень юмористично, легко. Летняя такая вот классная комедия. Мне понравилась. Фильм понравился тем, что, во-первых, это наш продукт, дагестанский. И очень классно, что у нас делают такие вещи. Это круто.